Это кость сегодня у нас здесь на выставке. Вы можете с ней посмотреть, обнакомиться с ней, посмотреть ее. Это, судя по размеру, кость 8-10 метров у человека примерно. Из-за того, что кость окаменевшая, мы можем сделать вывод, что ей порядка пары десятков тысяч лет. Сама галпо-группа появилась примерно 26 тысяч лет. Вот мы можем примерно сделать датировку. Вот такая сенсация у нас на нашей конференции. Галпо-группа. У нас есть распечатка. Мне не ловко, но по памяти я не помню. Нет, в смысле, какого раса? Белая, белая раса. Это происхождение галпо-группы, африканский рок. Но это не черная раса. Не черная раса. А сейчас я приглашаю на сцену Владимира Николаевича Лизуна, доктора политических наук, эксперта Российской академии наук, консультанта Русского географического общества для того, чтобы он произнес вводное слово «Новик Ковчег в России через тайны прошлого к будущему». Опросим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почему очень приятно присутствует. Здесь я с Питером приезжаю и всегда отступил подъем. Интересный. Потрясающий город. Я всю жизнь прошла в Москве, но преклоняюсь перед Питером. По изучению научного наследия выдающихся ученых. Расслабляет Ильин Михайлович Батуин, ледочный космонавт, герой России. Я член бюро и координирую секции, работу секций нашей комиссии. В нашей комиссии три секции. Секции по изучению научного наследия Академика Бернацкого, Академика Расименова, Нордовского урят, который задумался при реакции, и Академика Моисеева Никитина Николаевича, который был, возглавился в учреждении центра в свое время, Российской Академии наук, и разработал модель ядерной зимой. В качестве эпиграфа я взяла сонет «Азимандия» в переводе Константина Бальмарта, написанный поэтом Перси Шелли в 1817 году. «Азимандия» — это греческое имя фараона Рамзеса II. Я встретил путника, он шел из стран далеких, и мне сказал, вдали, где вечность сторожит, пустынь и тишину, среди песков глубоких, обломок статуи, распавшейся, лежит. Из полустертых черт сквозит на отменный пламя, с желанием заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить. И сохранил слова обломок из вояния. Я Азимандия, я мощный царь царей, взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего, истлевший мавзолей, пустынь не окружен, гуляет ветер безбрежно, и стелются пески, бесплодные и безбрежные. Хочу выделить две главные мысли сонеты — любые события временные и приходящие. И если не сохранять исторические события, исторический контекст, то остаются только пески, ветер и домыслы. В таком сохранении и документальном оформлении событий прошлого я хочу представить великого итальянского археолога, архитектора, издателя, художника-гравюра, мастера-афорта, неутомимого исследователя и коллекционера русской древности Джованни Батиста Пиранези. Пиранези составил полную картину античных памятников, обнаруженных в его время. Он оказал значительное влияние на все последующие поколения и даже на наши с вами. Пиранези поднял мастерство архитектурной графики на недосягаемую высоту и стал родоначальником нескольких новых жанров в искусстве, архитектуре. И его гравюры до сих пор вдохновляют архитекторов по всему миру. Имя его еще при жизни гремело повсюду. О покое императорице Екатерины II были заставлены сборниками его гравюр от пола до потолка. В первой книге под названием «Пиранези. Особая папка» 1934 года я пишу об этом, а также о растущей популярности Пиранези в России и не только. Восторженные отзывы о нем повторяли Виктор Гегор, Александр Николаевич Бенуа, Стендарь, Ренеда Шеттабриан, Олдас Хаксли, Сергей Эйзенштейн, Николас Альвин и Миль Золя, который, кстати, роднокровно посещал Рим. Теофил Гатия и Шарль Батлер восторженно писали, что Пиранези один из первых потоков проник в тайны человеческого подсознания. Работами Пиранези вдохновлялись придворные зодчи Екатерины II, русские авангардисты и даже советские архитекты. Конечно, Мухаммад Атапаевич, низкий, низайший поклон за Вашу многолетнюю деятельность в деле поиска, в деле просвещения, в деле истины. Конечно, огромные благодарности, приветствия Надежду, Родиону, Вашей замечательной семье и детям, за то, что стали основными организаторами, мои дорогие соратники, потому что наши дружбы и наше работничество длится очень давно. Здесь же в зале и Олега Кристина. Тоже вам огромный привет, с Олегом мы прошли множество объектов, сегодня некоторые из них я буду показывать, объекты Древнего мира. И я думаю, что в зале еще много замечательных людей, например, Владимир, руководитель группы, большой очень группы канала в Ютюбе «Новая хронология и альтернативная история», а также Юлия Степанова, участница экспедиции. И сегодня Юлия презентует книги серии «Забытые», к счастью, уже не такие «Забытые руины», которые были опубликованы мной в процессе поиска, в процессе исследования, связанных наработок, в первую очередь связанных с древней катастрофой, потому что тема глобально во всех смыслах, и в широте, и буквально в географическом смысле глобально. Эти наработки тоже имеют основу ряд от трудов. Мы с вами в окружении прекрасных драмюр, надо мною друг пиранезии Юбер Робер, рядышком со мной, справа и слева, крупнейший продолжатель пиранезии, ой, Джерасиме, и вот его тоже виды, откапывая его уже Римом. Ну а мы с вами сейчас, я предлагаю, переместись, переместись и совершить большое такое вот, кофе-экспресс, потому что в рамках одного доклада, конечно, глобальная тема, очень трудно, может быть освещена целиком, но, тем не менее, мы пройдемся и посмотрим на некоторые катастрофические объекты в Малой Азии, которые сегодня называют Турцией, раньше называли Анатолией. А вот мы спускаемся на Ящичную улицу, нам интересно сейчас, не только само по себе устройству, мы можем представить, как выглядела Анатолия Улица. Нам интересен, для понимания нашего возраста, что произошло, потому что, сколько полосных сторон у нас огромный засып, сколько метров сейчас я отойду, и примерно посчитает Максима, сколько это. Потому что Павла, Галина, мы уже считали. Алло, просит свет, сколько метров, что метров. 3,5 метров. Ну, помещение, что... Вот, Сина, 6 метров, больше 6 метров, получается, и это еще не так опытная, вредья, часть. Вся катастрофа, метал очень хорошо, и здесь уже сняли, я надеюсь, какую-то часть оставят в Карфагене. Там вообще оставили, они до 15, где-то в момент, до 20 метров, вот такие вот колонны из такого раствора, вот как месть, в обострове с Круппой, чтобы показать, сколько откопали реставраторы еще и гордились. Итак, друзья, мы с вами на земле гребного Карфагена. Там, вдалеке, находится Некрополь. Небольшие уже, к сожалению, гробницы, почти не слепшие разбиты. А вот здесь, очень четко, я вам показывала, как раз следы, следы невероятного разрушения Круппа. Перемешанная вновь, крамика, как мы видим, в январе, перемешанная глина, при том, что здесь, до моря, еще, оно там видно, но оно там, оно все-таки, значительно ниже. Вот типичное состояние, посмотрите внимательно, понятно, что так никто не строил. Понятно, что так, это не просто следы разрушений, что так блоки закрепляются, вот в таком вот состоянии, а под ними еще и, под блоками еще и, опять куча керамики, так блоки закрепляются, о-о-о, вверху, вот это не забутовка, это, это затоп, это следы катастрофы. Да, вот кусок этого блока, угол хороший, вот он более-менее заметен. Ну вот, остальное все, ай, колючки, остальное все у нас, вот, одна из самых типичных состояний после потопа, как будто бы колонны, но совсем не колонны. здесь нет ничего, гор, мы находимся на вершине, здесь сейчас по метров, никакого селевого потока, он полностью исключен, и здесь у нас нет, нет, невозможно, сюда какой-то цунами, исключено, чем засыпало, перемесило, как будто в блендере, потому что это все на одном, и том же месте, это не находится, вот, оно никуда не смыто, оно вот здесь просто находится, да, оно видно, что слоями, но как, с поднофором, с почему-то, видно же вот это поднофор. Вот, вот, вот мы видим, потом, но и мне, что здесь взяться. Давай, а это уже, потому что, вот, я здесь, ну, вот, ну, ну, Мухаммад предложил мне поехать на объект и своими руками там все пощупать. Может быть, если я вдохновлю, тогда, значит, снять документальный фильм об этом, значит, объекте. Ну, ни капли сомнений у меня не возникло, и мы буквально через две недели со съемочной группой, мы полетели в Грозный, нас Мухаммад встретил, и мы поехали на Копчег. Вот этот объект, так его будем называть. Но то, что вот этот объект рукотворный, это было уже несколько раз, и сейчас вот в конце мая снова туда еду. То, что этот объект рукотворный, Копчега, это не Копчега, это требует каких-то доказательств, но то, что он рукотворный, для меня никаких сомнений на сегодняшний день нет. Вот эти вот 8 метров чернозема, когда вокруг, там, на тысячи километров, 50-50 километров, там, слой чернозема 15 сантиметров, в лучшем случае, да, перемешиваться камнями, там, принесения и так далее, здесь пластилин 8 метров, знаете, по воде. И когда мы приезжаем, тут археологи рано, и вдруг там, там, уважаемые, там, значит, ученые говорят, для этого люди, там, вёдрами поставили, это вызывает отрывок, и, как бы, ну, внутренние идеи, там, конечно, сопротивляйки. Более того, чтобы развеять все сомнения, мы провели следующий, значит, эксперимент. Мы взяли фрагмент корпуса этого объекта и отдали его на экспертизу в один из предыдущих московских институтов. Экспертизу проводил один из ведущих вообще стороне экспертов. Попроводил ее неофициально, потому что официально было ему запрещено это делать. Директор института запретил, но да бог с ним. Значит, заключение эксперта меня, как бы, очень сильно порадовало, потому что он подтвердил, что это окаменелое дерево. После этого окончательно все сомнения бы развилились, даже если они были. Ну и плюс еще такая составляющая немаловажная, достаточно долго там, когда больше 15 лет занимаюсь энергетическими практиками. И я немножко понимаю, да, сколько и восходящие потоки. Сколько и восходящие потоки. Могу оценить качество энергетики и так далее. Так вот, такой энергетики, которая там на объекте, нет нигде вообще в мире. Вот те, какие инстактивы, так называемые, где идут, по миру, в стране, многое место сети ура. Такого качества энергетика нет нигде. Более того, там есть, скажем так, правильный код метров сорок глубиной. И вот когда ты погружаешься метров на двадцать в обо внутренних объектах, происходит следующее. Происходит, ты попадаешь из состояния, когда останавливается время. Я когда это первый раз ощутил, я был в шоке. Просто ты понимаешь, что когда оттуда выходишь, ты понимаешь, что если ты там остался, то для тебя обремени нет. То есть на поверхности может пройти год, десять лет. Одно в июне нет времени. Вот это вот состояние, оно по многому говорит. Ну и плюс еще много-много всего интересного, что в дальнейшем будет, наверное, с нами обнародовано и будет продолжение этого фильма. Фильм получился, по-моему, с моей точки зрения замечательным. И это подтверждено Гран-при международного фестиваля «Зетели» в прошлом году. Фильм взял первое место сзади. Я позволяю вам, во-первых, фестивальную версию этого фильма посмотреть, потому что он немного длиннее на самом деле. Но там самое главное есть для того, чтобы понимать какие-то основные вещи по поводу этого объекта. Может быть даже удастся почувствовать те состояния, которые мы пытались передать. То есть энергетикой взаимодействия, я думаю, получится. Поэтому прошу вашего внимания. Играет музыка. Играет музыка. Особо «Зетели» Вы на месте же были там? Спускался я на месте. Так что мужчина тоже почувствует. Вы художник. Вы человек, который очень громко чувствовали. Я не только чувствовал, я жил здесь. Откуда там поток? Если где-то сверху вниз, честное слово, чувствуется какое-то колебание пространства воздушного. Не сверху вниз или снизу, а вот боковую. Я сто процентов верю, что... Было ли у вас желание вообще-то зарисовать, сделать картину? Нет, рисковать я не буду. Изображать ни в коем случае я не буду. И зачем? Это святая святых. Мне кажется, вот мы сейчас с вами пообщаемся, мне кажется, что это могла бы главная работа вам жили. Да, да, да. Да, я, собственно, честно говоря, я никогда не отвечал со скромностью и легкостью задачи. Когда мы в следующий раз к вам приедем в гости, вы мне картину покажете? Да. На который вообще кто будет забрали? Ну, я вообще не могу. Ну, очень интересный. Ну, просто... Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Садись в подушке. 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 Вот оно у меня останется. Сроки не обещаю, но будем. Я понимаю, что РАВА никогда не отдавались в заказчиках. Только же пить, а же пить не надо, потому что я уверен, что у вас получится лучше. У вас сейчас он подносит фронт, и просто, ну, я не могу. Я думаю, что у меня есть только полтень. Наши друзья приехали, я очень рада их видеть. Ваня пришел, Олежка, Крестинка приехали. Я что-то думал, что сфотографироваться за тобой. Так, сейчас кого-нибудь попросим. Наши люди всегда вместе держат. Так, сейчас. Спасибо. 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 Спасибо.